Привет, спасибо. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Все готовы, да? И я, по-моему, готова. Музыка, пожалуйста. Время. Добрый день, уважаемые судьи. Меня зовут Настя Годунова. И сегодня в моей жизни особенное и очень эмоциональное событие. Впервые я участвую в чемпионате Бориста. Время подготовки было очень интересным, но местами, конечно же, сложным. Но мы с моей командой боролись и добились, на мой взгляд, идеальной чашки, с которой я хочу сегодня с вами поделиться. Вы знаете, те эмоции, которые я испытывала во время подготовки и испытываю сейчас, я могу сравнить разве с теми, что испытала во время своего первого полумарафона. Каждый день я делала одни и те же действия, улучшала результат, но я знаю точно, что все это ради абсолютных минут счастья на финише. С кофе я работаю уже 6 лет. И как только я влюбилась в фильтр кофе, я начала рекомендовать его своим гостям. После мы начали увлекаться в фильтр кофе вместе, проводя различные эксперименты. И с того момента я прониклась чистыми чувствами кофе из Африки, потому что моим гостям он всегда казался особенным, но очень понятным. Именно так я выбирала кофе для чемпионата. Ну что же, я начну заваривать свой кофе и вернусь с подробным рассказом. Продолжение следует... Сегодня ярким представителем кофе из Африки для вас будет кофе из Бурунди. Мой кофе в 2017 году набрал 89 баллов на всемирно известном конкурсе Cup of Excellence. Это высокий показатель для кофе из Бурунди. И мне очень приятно принимать участие в развитии кофе из этого региона. Сейчас нагреется немножко вода. Мой кофе вырос в Камуне Гатара, регион Каянза. Каянза — один из регионов Бурунди с лучшей кофейной репутацией. Мой кофе вырос на высоте 1970 метров над уровнем моря. Разновидность — бурбон. Способ обработки — мытый. После того, как более 150 фермеров собирали ягоды, их отправляли на станцию мытой обработки Маша. Маша была основана в 1989 году. И несмотря на такую историю, только в последние годы на станции обработки производится более 750 тонн кофе. он очень стабильный. И я очень рада, что мы с вами делимся с ним и изучаем его. Фермы, где росли кофейные деревья, обладают вулканическими почвами и богаты на природные минералы. Это говорит о моей высокой энзимной базе кофе. Ну что же, для того, чтобы приготовить сегодня кофе для вас, я выбрала воронку Вилфа. Вилфа выполнена из пластика высокого качества и обладает двойной стенкой. Это дает моему кофе держать стабильную температуру во время всего заваривания. Я сейчас попрошу записать мой рецепт. Итак, сегодня я использую 21 грамм кофе, 300 грамм воды, температура воды 95 градусов. Воду я выбрала с низким показателем ППМ, который равен 30, чтобы подчеркнуть энзимную базу моего кофе и раскрыть ту ягодную кислотность, которую он обладает. Общее время заваривания составит 4 минуты. Время настаивания 2 минуты 30 секунд. Мой кофе был пожарен 5 дней назад на 5-килограммовом росте Репробат. Общее время обжарки составило 8 минут 20 секунд. А развитие составило 19%. Мы с моими обжарщиками смогли развить труар, раскрыть его, но не спрятать за карамелизацией. Перед тем, как полностью открыть воронку, я вначале ее закрываю, открываю, закрываю и открываю снова. Тем самым я разрушаю корочку, которая образуется сверху, чтобы моя экстракция проходила равномерно на протяжении всего времени заваривания и тело оставалось округлым и сочным. Ну что же, мой кофе почти везде готов. Я открываю последнюю воронку. Я вас сейчас попрошу записать внимательно мои дескрипторы и после по моей инструкции приступить наконец-то к дегустации и оценке моего кофе. Итак, в аромате моего кофе вы почувствуете жасмин, абрикос, ваниль. Букет моего кофе на горячей температуре раскроется красными ягодами. Барбарис, гранат, красная смородина. На теплой температуре ярче всего будет чувствоваться желтая спелая слива. А на остывании, на холодной температуре ярче всего вы почувствуете зеленый чай с манго. послевкусие моего кофе будет приятное и долгое. На горячей температуре ярче всего вы почувствуете яблочную пастилу с черной смородиной. А на остывании ярче всего будет чувствоваться жасмин и тонкие ноты цедры лайма. Кислотность моего тела, искрящаяся зеленого, сочного яблока, которая на остывание переходит в ягодную кислотность. тело моего кофе будет округлое и сочное. Баланс. Баланс моего кофе это то, ради чего я его выбрала. потому что ягодная кислотность переходит в цитрусовую, дополняется сладостью красных ягод и совсем на остывании появляется тонкая горчинка брусники. Сейчас я немножко продеконтирую кофе и попрошу оценить аромат прямо из сервера. А как только я налью кофе в чашку, вы сможете его уже пробовать. Пожалуйста, для вас. Для вас. Ну что же, я могу перелить. Пожалуйста, для вас. Время моего выступления очень быстро подошло к концу. Я буду помнить путь к этому кофе всю жизнь. Потому что это мой первый чемпионат Бориста. И очень интересное время. Пожалуйста, для вас. Спасибо вам за внимание. Спасибо всем моим гостям. Я работаю для вас. Конечно же, время. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!